Автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. Но впрочем, если вам хочется посидеть за рулем роскошного автомобиля и более того, поколесить на нем, такая возможность все-таки есть. Сегодня мы будем говорить об аренде автомобилей, о ценах на эти автомобили и на что нужно обращать внимание, когда вы будете заключать договор. В Эстонии взять автомобиль в аренду довольно просто, цены невысокие и условия приемлемые. Доброе утро, Эльнур. Доброе утро, Виталий. Какие автомобили вы даете в аренду? Мы выдаем автомобили эконом-класса, среднего класса и люкс-класса. Ну и соответственно цены тоже отличаются. За какие примерно деньги можно получить автомобиль эконом-класса? Эконом-класс можно взять от 12 до 20 евро в сутки. Что можно получить за 12 евро? За 12 евро вы получите эконом-класс. Это Fiat Punta, Opel Corsa, Peugeot 208 модели. Если рассматриваем средний класс, то что это будут уже за машины? Средний класс это может быть уже Nissan Qashqai, BMW 5 серии, Skoda Octavia. Ну и конечно же самый привлекательный для всех это люкс-класс, но и самый дорогой. Конечно же это Mercedes S-класс, BMW X5 и так далее. На что следует обращать внимание, когда человек берет в аренду автомобиль? Перед выдающей автомобиль клиенту мы вместе его осматриваем на наличие дефектов, царапин и так далее. При желании клиент может сам сделать фотографию автомобиля, чтобы далее не было недопониманий. И в каком виде нужно возвращать автомобиль? Ну я имею ввиду вот то, что мы говорили до этого, безусловно имеет место быть, но с полным баком, с пустым, нужен ли автомобиль мыть? Клиент получает автомобиль уже с полным баком, то бишь он тоже должен вернуть его с полным баком. Мыть его не нужно, потому что в цену уже входит дорожное страхование, каска и мытье автомобиля. Если во время пользования клиент хорошенечко налихачил и наполучал штрафов, что бывает в этом случае? Если человек получил штраф за превышение, попался на радар, то приходит штраф уже по адресу, а далее мы уже отправляем на клиента. То есть все данные клиента вносится в договор? Так точно. И в любом случае вас это уже не касается? Не касается. Так точно. В Европе машину на прокат можно взять на месте сразу по приезду или забронировать заранее через интернет. Например, в Испании и Франции бронировать авто лучше за 3-4 дня. В среднем прокат автомобиля стоит 20-40 евро в день. И чем больше срок аренды, тем ниже будет ежедневная стоимость. В некоторых странах, таких как Португалия, Великобритания и Греция, цены на прокат автомобилей зависят от сезона и наплыва туристов. Дополнительные расходы – это бензин, местные налоги и въезд на платные автострады. При оформлении договора прокатная компания просит у клиента оставить денежный залог или же данные кредитной карты, на которой до возврата автомобиля будет заморожена определенная сумма. При бронировании машин представительского класса может быть недостаточно одной кредитной карты, и вас могут попросить оставить данные двух карт. Отдельным пунктом в договоре прописываются условия страхования. Обратите внимание на то, какой именно вид страховки предусмотрен. В большинстве стран предусмотрена минимальная страховка, то есть за серьезную поломку или аварию клиенту придется платить из своего кармана. Предположим, я захотел взять этот автомобиль в аренду, но вижу, что под зеркалом автомобиля есть явная поломка. На это следует обращать самое пристальное внимание и, подчеркиваю, вы можете фотографировать, чтобы потом не было никаких вопросов. Перед тем, как арендовать машину за границей, следует изучить стиль и манеру езды местных водителей, размеры штрафов, знаки и так далее. Например, в Индии, Японии, Таиланде, Великобритании и многих других странах движение левостороннее. В Германии много непривычных знаков дорожного движения, которые носят уточняющий характер. Всегда читайте то, что подписываете. Стоит обратить внимание на возможные выплаты, которые чаще всего прописываются мелким шрифтом и ознакомятся с техническим состоянием машины. Если автомобиль поврежден, поцарапан, необходимо указать это в договоре. В противном случае при возврате машины вы будете обязаны возместить нанесенный ущерб. Автомобиль будет выдан вам с полным баком топлива. Соответственно, вернуть его нужно тоже с полным баком. Зачастую в автомобилях на прокат установлены GPS-маячки. На дорогах Европы развешаны камеры и радары, которые фиксируют ваши передвижения и нарушения. Соблюдайте правила парковки. Так как ваши паспортные данные известны арендодателю, то все штрафы за нарушение правил дорожного движения придется оплачивать именно вам. Ну что ж, документы подписаны, ключи и техпаспорт получен. Можно отправляться в путешествие.